Вы слышали же про правила 10 тысяч часов, да? Нет? Да, нет, да, нет, нет, да. Ну ладно. Значит, что я вам скажу? Значит, вообще мы обычно... Сейчас же существует вот один из глупейших нифов, который есть. Это то, что вам может быть работа, которая сделает вас счастливыми. Дело, которое вам интересно. Вам рассказывали такую ерунду? Да? Все, лечиться. Значит, сейчас будет психотерапевтическая процедура. Значит, я вам должен сказать, что вы обязательно будете испытывать дискомфорт с любой работой, самой интересной, какой бы только ни было. И вы будете испытывать тяжелейший дискомфорт. Почему? Значит, здесь вот на этой прекрасной слайде изображен портрет Эрика Кенделя, человек, который получил в 2000 году Нобелевскую премию, а в 65-м году, исследуя Аплизий, объяснил механизм формирования памяти. Вот здесь вот на этом рисунке вы видите нейрон, значит, который соединяет... Мне просто неудобно показывать, поэтому вы как-то через меня сквозь смотрите, вот, и вы увидите. А, я уйду сейчас, смотрите, я поиграю в Кобзон. У меня есть любимая игра, называется Кобзон. Да. Вот, я все... А я еще нормально. Ужас. Как в телевидении. О, все. Это важно просто понять. Вообще, все, что вы представляете, это соединение нервных клеток, да, вы понимаете? Все. Вообще, даже то, что вы меня видите, это соединение нервных клеток. Потому что от меня летят только фотоны, которые попадают на сетчатку глаза, дальше возникает цифровой сигнал, который поступает по зрительным путям в зрительную корову вашей затылочной доли, и там формируют мой образ. Если среди вас есть дальтоники, то я разного цвета. Да. А если бы вы были летучей мышью, то вы бы видели меня вообще просто. В инфракрасном, так сказать. Да, ну, неважно. Короче говоря, вот, смотрите, вот нейрон взаимодействует с другим нейроном, передает сигнал. Видите? Ну, это не смотрите. А теперь смотрите, что будет, если долго и мучительно передавать этот сигнал. У вас нарастут дополнительные шипики. То есть, если вы по одной и той же нейронной цепи запускаете нервное напряжение регулярно, то в этом случае, там дальше происходит сложный процесс, активизируется матричная ДНК, она формирует новые белки, и эти белки обеспечивают увеличение плотности соприкосновения отростков одного нейрона с другим. Видите? Их просто физически становится больше. То есть, ваша память, ваши представления о жизни, и все это прочие штуки, это выросшие шипики. Он их называл шипиками. Вот чтобы вы освоили какой-то навык, стали выполнять какую-то работу или еще что-то, и вы начали получать от нее удовольствие, ваш мозг должен анатомически измениться. Он должен физически вырасти. Теперь вот задумайтесь на секунду. Хочет ваш мозг расти или нет? Да, конечно. Три раза. Да. Если я нашел бы секретный способ удовлетворить ваши три базовые потребности в обход всех необходимых, так сказать, процедур, вы бы счастливо на это согласились, и не было ни одного в зале человека, который бы воспрепятствовал этому. Поэтому я вам должен сказать, что, конечно, расти наш мозг не хочет. И когда ему надо расти, он всячески сопротивляется. Когда вы осваиваете любые новые навыки, когда вы осваиваете новые дисциплины, новые знания, строите отношения с другими людьми, вам нужно и даже по поводу этих других людей вырастить в своей башке новые шипики. И вы так тужитесь, и думаете, а зачем я буду с ним строить отношения, если он дурак? И потом напрягаться, и все вам будет нехорошо. У вас растет мозг. И чем бы вы ни занялись, вы всегда столкнетесь с тем, что вы должны будете заставить его расти. Эволюция все придумала таким образом, чтобы по возможности минимизировать этот процесс. Поэтому, как говорил Иван Петрович Павел, все наше с вами поведение – это набор динамических стереотипов. Мы все пытаемся превратить в стереотип, мы все пытаемся упростить, мы все пытаемся сделать ясным, понятным, мы все просто дважды два. Зачем? Для того, чтобы экономить силы мозга. Потому что он очень прожорливый. Он живет, представьте, в 20 раз больше, чем мышечная ткань на единицу массы. В 20 раз больше. Эти 2% массы тела, столько наш мозг весит, сжирают 20% энергии, которую вы употребляете из пищи. Прожорливая сволочь. Понимаете? И надо экономить. И поэтому он вам говорит – проще, проще, проще. Все, прости, никуда не лезь. И когда вы сталкиваетесь со сложностями, что вы чувствуете? Сначала вы так интересно, ой, побежали, там интересно, сейчас будет интересное дело. Прибегаете, там вам говорят – лопата вот здесь, рабочий комбинезон, надеваем, так, и вот до заката отсюда. Начал. И вы такие – что-то стало неинтересно. А надо расти шипиками, понимаете? Вот. Поэтому, что бы вы ни делали, вы всегда столкнетесь с тем, что вам нужно будет прожить тяжелейший путь адаптации. И, собственно говоря, вот исследование Андерса Эриксона, которое стало таким культовым, поэтому даже многие его знают, 10 тысяч часов, это исследовались студенты, которые учились в Академии музыки в Берлине, скрипачи. И он их исследовал. И дальше на выпускных там им экзаменаторы сказали, говорят, вот эти потенциальные солисты милорового класса, вот эти вот хорошие будут в симфоническом оркестре, их может даже возьмут в Венскую консерваторию, какие-нибудь там пиликать на скрипке, а эти вот в учителя музыки пойдут, говорят. И дальше он взял и посчитал, сколько эти люди занимались своим скрипичным делом. И выяснилось, что те, которые претендовали на то, чтобы стать солистами мирового класса, занимались 10 тысяч часов. Те, которые могут взять в Венскую филармонию, чтобы они там играли в оркестре, тренировались 8 тысяч часов. А те, которые претендуют только на роль учителя музыки по уровню своих музыкальных компетенций в школе, тренировались 4 тысячи часов. Таким образом, пришел Эриксон к идее, что нету гения. Как там был Эйнштейн? Гения – это 2% вдохновения и 98% труда. Но вот примерно эту же мысль Эриксон доказал в этом исследовании. После этого исследования таких было множество. И я вам должен сказать, что у вас сейчас ни по какому делу, кроме какого-нибудь лентяйства, может быть, нету 10 тысяч наработанных часов. И чем бы вы ни занялись, вам будет дискомфортно. И только в тот момент, когда вы добьетесь действительно того уровня мастерства, который могут обеспечить ваши нервные клеточки, серые клеточки, как говорил Эриксон Павлеров, вы начнете получать по-настоящему удовольствие от того, чего мы заняты. Вот почему возраст до 30 лет, он с одной стороны очень важный, а с другой стороны очень печальный. Знаете, если вы спросите меня, хотел бы я вернуться в свои до 30, я бы вам сказал, я просто и не знаю. Потому что это, конечно, вроде бы самое счастливое время, отсюда смотришь туда. А с другой стороны, господи, все это переживать еще раз, да ну его. Вот. Да. почему? Потому что это возраст, когда вы закладываете основы своих 10 тысяч часов по любому аспекту. Чем бы вы ни занимались, каким, каким бы родом деятельности, какой бы габитус вы себе не формировали профессиональный. И после того, как вы пройдете 10 тысяч часов, вы узнаете, что вы ждете от жизни хотите. Потому что, поверьте, любой скрипач, который дошел до уровня солиста мировых площадок оперных и симфонических, мечтать будет о том, чтобы дальше поехать на очередной фестиваль, сделать очередной концерт. И спросит, что ты хочешь от жизни? А он хочет, я хочу участвовать в Зальцбургском, музыкальном фестивале или в Берлинском, или еще где-то. Почему? Просто потому, что его мозг выработал эти шипики и говорит ему, дружище, золотой, ну быстро на фестиваль, получишь удовольствие. вот, значит, ну что, вы хотели вопрос, как понять, чего ты хочешь от жизни? Ну, я вам скажу, вы хотите, на самом деле, из этих культурных мифов, спасителя, человека, который придет и решит все ваши проблемы. но обычно он не приходит. А если приходит, то и дальше это по моей основной профессии. Второе, вы хотите легких путей. Ну, должно же повезти. Или, может быть, мы где-то срежем 10 тысяч часов. Да, 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 очень хорошее правило. Но у нас тут вроде как связи, то-се, пятое, десятое, может, мы с кем-то говоримся. Не срежете. Легкого пути не будет. Или он будет, а потом вы сядете в лужу просто с большим, так сказать, размахом и амплитудой. И третье, это смысл жизни. То, о чем, собственно говоря, каждый уважающий человек просто обязан мечтать. А проблема состоит в том, что его нет. Вы или делаете что-то, чтобы не думать о том, что у вас есть проблема со смыслом жизни. Или вы оказываетесь в тупике и думаете, Боже, Боже, в чем же смысл? До тех пор, пока вы находитесь в процессе, у вас все хорошо. Ну, хорошо, насколько это может быть. Вы не задумываетесь о смысле жизни. О смысле жизни вы задумываетесь тогда, когда оказываетесь в тупике. Что это за странная вещь, которая должна гарантировать перспективу, а появляется только в тупике? вас ничего не смущает в тупике? Меня смущает сильно. Потому что смысл жизни это еще один из культурных нарративов, еще один из мемов, составляющих нашего габитуса, который определяет глупости нашего с вами поведения. если говорить про правила, которые, собственно, следовало бы использовать желающим спасителям легкого пути и смысла жизни, то оно было сформулировано в свое время Теодором Рузвельтом. Делай, что можешь с тем, что имеешь там, где ты есть. И это единственная правда, которую можно вынести из этого кучи ахимии и культурных мифов, которые нам предлагаются. Вы имеете только то, что имеете. И вы или сделаете с этим что-нибудь, приложив максимум своих усилий, или не сделаете и даже это потеряете. Дальше вы снова зайдете на первый ход. И так поступает большая часть молодых людей. Они берутся осваивать что-нибудь, делают первые ходы, не очень уверены, что это то, поэтому совершают их вот так, как бы не на полную силу. Ничего из этого не выходит. И они говорят, ну, мы пойдем, зайдем в другой дом. И они идут на следующее место, в следующий проект, в следующую профессию, потыкаются точно так же, посмотрят и думают, такое же богатство выбора. И идут в следующее место, и все время начинают с первой, первой ступени, никогда не переходя на вторую. Я с вами, знаете, меня готовили, знаете, что я военный врач, вообще, я вам рассказывал? Я вам расскажу. Я военный врач, а меня комиссовали по инвалидности. Говорят, уходи, ты паралитик, нам не надо в армии такое. Я ушел, я пошел в этот, в обычную психиатрическую больницу, обычным доктором работать. Все, я шел туда. Но я пошел туда уже, имея опыт психотерапевтической работы. Я через год стал руководителем Санкт-Петербургского городского психотерапевтического центра. А через 8 месяцев мне присвоили грамоту, вы будете смеяться, я горжусь ей, за многолетний труд в деле организации психотерапевтической помощи в Санкт-Петербурге. Через 8 месяцев. Да, 100%. И каждый следующий ход был результатом предыдущего. Я всегда делал то, что я мог там, где я был, с тем, что я имел. Дальше психотерапевтическую помощь я должен был ее организовать в городе. У меня была ответственная миссия. Я подготовил программу, провел эпидемиологические исследования, доказал ее экономическую и прочую эффективность, представил на суд законодательного собрания. Знаете, что мне сказали? У нас уже есть программа со словом «психо». Это была программа по ремонту психиатрических больниц. Зачем людям психотерапия, когда мы чимим психиатрические больницы? Они их примут, так сказать, в хороших условиях. Да. Я просто стал писать книжки по психотерапии, потому что больше никаким другим способом я заниматься своим прямым делом не мог. А книжки привели меня на телевидении, а телевидение привело меня в бизнес, а бизнес позволил мне создать сейчас интеллектуальный кратер игры разума в центре Петербурга и заниматься моим любимым делом методологии мышления. «Только там, где вы находитесь, находится ресурс для перехода на следующий этап». Но иллюзия богатства выбора говорит вам, что вы можете переиграть, но когда вы переиграете свою ставку, вы начнете с нуля. потому что нужно будет растить новые шипики, 10 тысяч часов обнулились и нужно начинать заново. И вы можете делать много-много раз по тысяче часов и не иметь того, что вы получите за 10 тысяч часов. Вот что важно понять. Это то, что вы должны хотеть получить от жизни. Субтитры подогнал «Симон»